всем привет вчера я выпустил видео о том как эпигеймс показывала мега white в общем скачав сразу движок и решил протестировать как они вообще из себя представляют данном случае у меня стоит сейчас сцена где формируется так давайте найдем формируется получается где-то в районе 22 на 22 лет наверно 400 с чем-то до светильников то есть вот на такой локации которые обычно стандартная вот так я выключу чтобы видно здесь вот большое количество светильников и два стандартных статических и на всякий случай поставил просто для интереса давайте запустим движок 54 никакого мегавальта нету ключем здесь fps настройки у меня получается стоят в данном случае это материал хай и сами настройки settings да на epic давайте запускать так открываем на полный экран и у меня что правильно у вас наверно торможение и у меня тоже торможение порядка 12 fps но если я буду резко там кто-то поворачивается и при загрузке падала наверно до 7 в общем здесь практически ничего нету то есть если посмотреть на шейдер и естественно стандарт как у персонажи к красные да и все остальное зелено окей мы определились что в 54 при таком количестве света а если мы посмотрим оптимизационная часть да это white комплексте вот она белая и только над светильниками вот у нас есть синенькие части где-то и все все остальное снизу белая это прям иммерсивно плохо в общем вот такая вот интересная штука это я уже вылетел за куб который внутри выставлен все как видите там все плохо давайте я сейчас закрою движок 54 сделаем копию давайте дубликат копировать это у нас 54 и давайте переменуем 55 здесь тоже переименуем 55 сделаем switch engine version то есть мы выбираем версию которую у нас есть это 55 нажимаем ok и запускаем проект сейчас она загрузится загрузилась все то же самое даже на том же месте мы и остались ну как мы видим здесь у нас тоже все плохо потому что у нас мегавайт еще не включена если давайте запустим так посмотрим сколько здесь и пыль нам надо сначала включить не хочу там прописывать так эту комбинацию нажал и здесь у нас падение до 3 fps было да но как мы бегаем 1518 но уже кстати гораздо лучше чем там было 1210 здесь тоже иногда падает общем такая же ситуация пока мы не включили мегалайт как его включить нам необходимо зайти в edit project settings и далее мы здесь во вкладочке render rendering а еще и забыл сказать что я поставил global illumination и reflection до вновь то есть я предполагал что это все зависит у нас от люменов но к сожалению или даже к счастью наверное правильно будет это ничего не зависит что чтобы включить вот он находится мегалайт ну как видите галочку нельзя поставить чтобы его нам врубить нужно подключить hardware retracing то есть если мы подключаем hardware retracing у нас мегалайт освобождается нажимаем галочку и делаем restart сейчас и давайте посмотрим что у нас сейчас покажет картинка которая которая у нас говорила что откровенно все плохо и как мы видим у нас получается вот такая вот ситуация то есть снаружи мы практически ничего не видим единственное здесь вот эти красные пятна да то что у нас показывается то есть это по нашей шкале выше плохого чем ближе к зеленому тем лучше и и вот это это у нас лампы давайте посмотрим у лампы статический свет все вот эти верхние лампы у нас имеет динамический свет здесь я не могу посмотреть посмотрим здесь то есть я выставил если я здесь выставлю у нас что даст ничего не даст так давайте посмотрим чтобы вообще посмотреть что лампочки включены или или нет нет сам мегалайт можно пролистать здесь конечно можно воспользоваться поиском но поиском я не буду пользоваться потому что я его сразу нашел во вкладке у нас имеется алоу мега white и вот еще один мега white shadow метод здесь есть ray tracing и virtual shadow map кстати если вы используете какой-нибудь ray tracing да то есть вам у вас он скорее всего нормально работать не будет то есть точнее тени ray tracing а также дистанция от ламп тоже работать не будет но и теневая карта она к сожалению тоже не будут нормально доступно давайте запустим посмотрим что у нас получилось так сначала включим fps запускаем на весь экран и у нас уже из 10 12 fps получается 55 это уже гораздо лучше но сами видите давайте побегаем попрыгаем где то есть какие то непонятные вот вот здесь вот прыгнула какие то артефакты небольшие естественно существует но тени у нас имеется такая вот небольшая пост обработка если вы замечаете на картинке это вот как раз таки наши мега лайт и да если посмотреть здесь настройках давайте включим лид и у нас имеется так сейчас я это найду так на нужный шел white features и вот здесь вот у нас мега лайт галочка давайте потыкаем так вот где-нибудь вот здесь смотрим возможно там мы увидим что-нибудь интересненькое то есть когда мы включаем и выключаем вот есть какие-то артефакты вот здесь стене как минимум вот здесь есть какой-то небольшой артефакте когда то есть это мы замечаем как переключается вот они вот здесь тоже видно переключается включается мега лайт а точнее показываются это такие как вам объяснить даже как на нанитовые треугольнички только еще меньше я прям вижу эти точечки в некоторых местах но как вы видели прекрасно повышает fps действительно можно можно пользоваться естественно мы с каким-то количеством времени определенно до столкнемся с проблемами какими это мы уже узнаем позже на этом все до скорой встречи всем пока пишите в комментариях о чем что вы думаете данном нововведение и о следующих которые я постараюсь затронуть пока